Один месяц и много терпения понадобилось работникам Центра детского творчества «Гармония», чтобы с воспитанниками клуба раннего развития «Малышок» поставить спектакль «Щелкунчик». В этом году здесь решили не делать традиционных новогодних утренников, а порадовать родителей сказочным представлением. Уже завтра ребята выйдут на сцену и выступят перед десятками гостей. А сегодня последняя репетиция. Смотри, Франц, «Щелкунчик», он отважный, он самый сильный. Не дам я его никому обижать, у ёлочки нашей он будет стоять. Сказка «Щелкунчик» и «Мышиный король» за основу новогоднего праздника была выбрана не случайно. Это одно из самых волшебных произведений, не перестающее трогать сердца взрослых и детей. Сейчас уже трудно представить какую-либо постановку «Щелкунчика» без сопровождения знаменитой музыки Петра Чайковского, которую он написал для одноименного балета. Здесь у нас и танцы, и песни, и небольшие сценки, и всё это действие происходит в стихах. И, конечно же, звучит волшебная музыка Петра Ильича Чайковского. Это ещё один. Мы хотим, чтобы дети наши приблизились к большому искусству, чтобы они знали классику. Ну и, конечно же, это самая, я считаю, красивая новогодняя сказка. Анне Хориной досталась главная роль Марии. Задача ей далась нелегко, но девочка справилась. Мне понравилось только Марии играть, и всё. Ты кого-то ещё играла? Нет. А почему тебе понравилось играть? Она добрая и красивая. Амира Мефтахова играет фею. В будущем девочка хочет стать актрисой. Перед премьерой, конечно, волнуется, но говорит, самое главное, что свою героиню она полюбила и нашла с ней общие черты. Мне понравилось. Я сначала не думала, что это самая хорошая роль, а потом поняла и её впитала в себя, чтобы хорошо играть. Всего в постановке приняло участие более 20 ребят в возрасте от 5 до 7 лет. Ни один из воспитанников клуба раннего развития «Малышок» не остался без внимания. Дети постарше играют главные роли, малышей задействовали в массовке. По мнению организаторов, генеральная репетиция прошла успешно, и дети готовы к премьере. Конечно, были небольшие шероховатости, но это не без этого. И у простых артистов не всё получается. Но я думаю, завтра пройдёт всё как по маслу. Чтобы погрузить гостей праздника в атмосферу сказки, сотрудники гармонии заканчивают мастерить декорации. Завтра они будут выставлены на сцену. Все действующие лица наденут свои сценические костюмы, и актовый зал наполнится волшебством. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.